Благословен Господь, дающий Тору Нынешняя недельная глава называется «Ваэт-Ханан». Краткое содержание основы веры, которые Маше преподносит Израилю, это повествуется о том, что Маше не может войти в землю Израиля, при том, что он просил Господа. Господь ему ответил мягко и нежно, не говори мне больше об этом. Дальше идет повторение десяти заповедей, дальше идет «Шма-Исраэль» и соблюдение заповедей в земле Израиля. Я, читая нынешнюю недельную главу и, собственно, разбирая эту недельную главу на группе нашей, кстати, кто не знает, есть у нас группа, на которой мы собираемся, разбираем текущую недельную главу, так что кому интересно, подходите, расскажем, где и когда. И я размышлял об этом и на группе так сложилось, мы поговорили об одном слове из этой недельной главы. «Шма-Исраэль», «Слушай, Израиль», звучит эта фраза в еврейском переводе следующим образом. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою и всеми силами твоими, и добудут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и добудут они повязкаю над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вот интересно, слушай, здесь Маше обращается к Израилю и говорит, слушай. И это можно рассматривать как заповедь, как повеление. И вы знаете, мы вот когда размышляли об этом, вообще о таком явлении, как слушание, да, слушай, выявили такие интересные моменты. Ну, во-первых, можно слушать, но не слышать, да. Значит, и это говорит о том, что слушать и слышать – это немножко разные вещи. Можно сидеть в зале и слышать. Можно там, идя на работу или на работе, или передвигаться по городу, наушники в уши вставил, идёшь и слушаешь. Точнее, слышишь, но слушаешь ли. Я, например, очень часто в своё время слушал аудиокниги и ловил себя на том, что вот слушаю – раз какая-то интересная идея, я иду, я продолжаю слышать, но я не слушаю, потому что меня захватила идея, я размышляю, я целый кусок пропустил, и мне приходится возвращаться, чтобы услышать то, что я слышал, но я не услышал. Понимаете, о чём идёт речь? Значит, и вот, значит, интересные моменты. Я тут подготовил несколько мест Писания, по дороге сюда размышлял и понял, что не все места Писания придётся использовать, Бог открывал по-новому. Я хочу немножечко поговорить, во-первых, о том, как вообще Новый Завет раскрывает нам вот это вот явление, слушание, слышание, как Ишуа, что Ишуа говорит об этом. Значит, и хотел бы дать некоторые поправочки к синодальному переводу некоторых мест, которые переведены непонятно. Вот, к примеру, вот такое вот место. Такое место. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Всем знакомо? Какие выводы мы из этого делаем? Аудиокнигу поставил, аудиобиблию, слушаешь, и вера умножается. Так? Так или не так? Да! Ну, это вопрос спорный. Тут уже как минимум два мнения появилось. Странно, что не три. Так вот, я вам могу сказать, что перевод неверен. Значит, смотрите, если мы посмотрим подстрочник этого места, возьмем 17 и 16 стих, то есть предыдущие. Я возьму подстрочник и прочитаю буквально. Значит, но не все послушались благовестия. Исайя ведь говорит, Господи, кто поверил слуху нашему? Итак, вера из слуха, слух же из Слова Христа. То есть то слово, которое у нас переведено как слышание, вот в синодальном переводе, кто поверил слышанному от нас, да? И в следующем стихе написано, Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего. В оригинале действительно используется одно и то же слово. Но какие варианты перевода? Это слово можно перевести как слух. То есть вот наша способность воспринимать звуки. Ухо, как орган, воспринимающий звуки. Слышание, это вот то, как переведено. Но есть еще один вариант перевода. Это молва, слухи, весть. То есть какая-то информация, говоря современным языком. И теперь я бы хотел просто попытаться определить, какое же из этих вариантов более адекватно подходит вот к этому месту. Вот в контексте. Значит, Исайя говорит, кто поверил слуху нашему? Ну, что значит поверить нашему слуху? У меня есть слух. Кто ему верит? Ну, у меня есть способность воспринимать что-то. Кто верит этому? Ну, вы понимаете, что нелогично звучит фраза, правильно? Кто поверит уху моему? Кто поверит моему слышанию? То есть я что-то слышу, вы верите этому? Вопрос в том, что... Он спрашивает, кто? Идет речь о том, что кто-то должен поверить тому, что услышал я. Значит, и совсем по-другому звучит, если это слово перевести как весть. Причем в следующем стихе, вот там, где в Синодальном переведено слово Божие, значит, там на самом деле стоит Христос, то есть Мессия. Значит, и тогда мы можем перевести эту фразу. Я сейчас использую и подстрочник, и Синодальный, и вот комбинирую, короче, все это. Делаю мозаику из имеющихся пазлов. Значит, но не все послушались благовестия. Исайя ведь говорит, Господи, кто поверил в вести нашей? Итак, вера из вести, весть же через слово Христа или слово Мессии. То есть, если перевести это более литературно, то звучит примерно следующим образом эта фраза. Итак, вера от благовестия, которое через Мессию. Эта фраза понятна? То есть, когда мы слушаем благовестие Мессии, в нас рождается вера. Таким образом, понятно это местописание? Вполне. Я вам скажу, меня очень порадовало, что я наконец-то, столько лет спустя, разобрался с одним стихом в Библии. И он стал для меня понятен. Значит, дальше еще одно интересное место. То есть, мы выяснили, что, собственно, когда мы слушаем и слышим, то есть, внимательно вникаем в то, что говорит нам Мессия, то в нас рождается вера. Но тут есть один небольшой момент. Знаете, вот как бы практическая христианская жизнь показывает, что есть люди, которые предпочитают… Вот они прочитали, они говорят, это же Слово Божье. Вот мы будем это выполнять и будем тем самым оправданы. То есть, просто исполнением заповеди. Значит, и Павел, кстати, об этом, когда говорит, вот, Римбленам 10 глава 5 стих. «Моисей пишет от праведности закона, исполнивший его, жив будет им». Ну, то есть, кто исполнит то, что написано, тот, безусловно, будет жив. Но вопрос, кто исполнит? Кто исполнит и не согрешит? Писание четко говорит, нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил бы. Что же нам делать? Дальше, кстати говоря, Павел говорит о том, что есть, оказывается, праведность от веры. Слышали фразу «праведник верою жив будет», да? Значит, замечательная фраза. Значит, Ишуа в одном месте говорит следующее. Наблюдайте за тем, как слушаете или что слушаете. Сейчас я буквально вам скажу. Значит, это у нас Луки 8 глава. С 18 стиха. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь». Почему я перешел к этому месту? Потому что вот когда Павел размышляет о праведности по вере, он опять же ссылается на Тору. Значит, и там же Моше говорит о том, что недалеко это слово, близко, в устах твоих, помните. Значит, и если мы перейдем в саму Тору, почитаем, то мы увидим интересный момент, что если, скажем, первое утверждение, что тот, кто исполняет закон, жив будет, понятно, что кто не исполнит, тот умрет. Значит, с другой стороны, Моше говорит, что тот, кто будет слушать глаза Господа Бога своего, исполняя заповеди, тот жив будет. И важно еще действительно как слышать, как слушать, потому что Ишу обращает на это внимание. И говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что думает иметь. Как бы вот эта фраза тоже для меня была не совсем понятна, пока я не обратился, опять же, к подстрочнику, который звучит следующим образом. Смотрите, как слушаете. «Ведь, который имеет, ему будет дано, а который не будет иметь и который полагает иметь, будет взято от него». И вы знаете, смысл совершенно другой, потому что в синодальном переводе непонятно, как можно отнять у того, кто что-то только думает иметь. Ну вот я, например, задумал купить дом. Как у меня его можно отнять? Как у меня его можно отнять, если у меня его нет? Нет, но Ишуа говорит, что будет отнята и непонятно. А подстрочник говорит, что тот, обращая внимание на слушание, Ишуа говорит, кто имеет, тому будет дано. Если мы это применим к слушанию, кто слушает внимательно, тому будет дано. А кто не имеет, то есть не слушает, не имеет этого слышания. Значит, тот, кто не имеет, тот, кто не слушает или только думает послушать, у того что-то похитится. Или другими словами, он не получит то, что он ожидает иметь. Вы знаете, как параллель вспоминается слова Ишу, опять же, связанные со словом и со слушающими слова. Притча о почвах. Помните? И вот эта притча, она очень четко комментирует как раз вот это вот место. Замечательно. То есть, на самом деле, есть люди, которые внимательны к слову Мессии, и они обретают веру, и они утверждаются, и вера возрастает. Почему возрастает? Потому что слушают и исполняют. Значит, есть же другая ситуация, когда люди говорят, а мы послушаем в другой раз, там как бы ничего нового. Значит, или говорят, а зачем я и так все знаю, понимаете? То есть, вот, как бы у меня есть Писание, я буду себе спокойненько изучать, исполнять, и не нужно мне никаких слушаний и слышаний. Значит, и обратите внимание, что вот именно в этой истории почему-то вдруг, как бы, вот идет речь Ишуа, значит, и вдруг история о том, что к нему пришли мать и братья. И там оно как бы первоначально выглядит, как будто вот он их отвергает, но на кресте мы видим, что он мать не отвергал, и братьев он не отвергал. То есть, тут не идет речь о том, что он их отвергает. То есть, не говорится так, что вот, ну, типа, они мне не мать и не братья, мне мать и братья только те, кто слушают и исполняют Слово Божие. Нет, тут нужно понимать правильно. Он говорит, что те, кто слушают и исполняют, для меня становятся такими же родными, близкими, родственниками, как моя мама и как мои братья, о которых он, вися на кресте, заботился. Понимаете? Это очень важно, поэтому наблюдайте, как слушаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!